Ликвидация последствий разлива топлива у берегов Маврикия займет несколько десятков лет. Так оценили масштаб бедствия в фонде дикой природы. Неделю назад выяснилось, что из японского судна, севшего на миле в Индийском океане, вытекают нефтепродукты. Причем происходит это всего в двух километрах от заповедной зоны, где уже погибли рыбы и крабы сразу нескольких исчезающих видов. Серьезный ущерб, нанесенный полосе мангровых лесов. А о том, что на пляже Маврикии в ближайшее время смогут вернуться туристы, даже речи быть не может. Об экологической катастрофе на райском острове. Ольга Аксенич. Не слишком доверяя властям, местные жители сами устанавливают заграждения из тростника, веревок и бутылок. Вручную собирают нефтепродукты с мелководья. Так спасают свой рай на земле от экологической катастрофы. Не протолкнуться сейчас и в парикмахерских. Все сдают волосы, чтобы из них делали ловушки для мазута. Это наш остров, это наш дом, это наше наследие, это то, чем живут многие маврикицы. И это часть нашей повседневной жизни, защита нашей территории. Мы действительно чувствуем беспокойство. Мы живем здесь, мы здесь родились. Это средство к существованию многих людей, рыбаков, работников дайвинг-центров. Это наша красота, это наше богатство. Основная строчка доходов Маврикия – туризм. Окруженная зеленью лагуны с небесно-голубой водой и белыми песчаными пляжами, всегда манили путешественников. Приезжали сюда и ради уникальной флоры и фауны. Все это сейчас вместе с экономикой страны в мазуте. Сначала удар нанесли пандемия и закрытие границ, а теперь вот и разлив нефтепродуктов. Настоящая катастрофа. Это кошмар, особенно в свете кризиса с коронавирусом. Вдоль юго-востока острова множество отелей, да на самом деле они по всему острову. Туристы не поедут сюда после этой катастрофы, и жители не смогут зарабатывать деньги. Возможно, и мне придется закрыть фирму. Это трагедия. Японский сухогруз сел на мель у берегов Маврикии еще в конце июля. И с тех пор из его трюма в воду вылилось около тысячи тонн нефтепродуктов. Пятно такое, что его видно даже из космоса. Местные рыбаки заявляют о массовой гибели океанской фауны. На поверхности воды плавают останки угрей, морских звезд, птиц. Запах в тропическом раю соответствующий. При этом все может стать еще хуже. Утечку топлива остановили, но судно в любой момент может расколоться надвое. В данный момент корпус удерживает лишь металлическая панель, из которой сделана палуба. Но уже и у нее есть трещины по бокам. На помощь местным властям и добровольцам уже отправились спасатели из Франции, Японии и ООН. С помощью насосов специалисты выкачивают оставшееся на борту судно топливо. На Ваврикии объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации. Премьер-министр страны призвал сограждан готовиться к худшему. По оценкам экологов, уникальная природа острова полностью не восстановится уже никогда. Ликвидация последствий займет несколько десятилетий. Власти Маврикия уже заявили, что намерены добиваться компенсации ущерба от владельцев японского судна. Ольга Аксеневич, Юлия Оленик, ТВ-Центр.